На прощание с Вячеславом Зайцевым, маэстром моды, в Троицкий собор пришло очень много людей. И это не случайно, ведь его любили многие. Последние годы жизни маэстро провел в Щелковском районе, в деревне Каблуково. Он являлся почетным гражданином Щелково. «Жить интересно. Я не понимаю людей, которые не умеют жить. Не понимаю, как можно ничего не делать. Эти слова, сказанные однажды модельер, художник, творец Вячеслав Михайлович Зайцев, подтверждал делами, трудом. Ткацкое ремесло он возвел в ранг красоты и стиля. Эпоха творца Вячеслава Зайцева – это начало 60-х. Тогда страна переживала бум развития промышленности, в том числе текстильной. Необходимы были свежие идеи и, конечно, профессиональное воплощение. Творческая натура тогда совсем молодого Славы Зайцева, так называли его в среде богемы, стала тем самым ранним, неординарным и столь необходимым элементом для создания русской моды и стиля. Его творения носили не только на подиумах, среди клиентов, именитые как звезды эстрады, так и жены политиков. Светская советская Москва заиграла новыми яркими красками, принтами, как сейчас принято говорить, основанными на исконно русских узорах. Трепетые отношения к традиции родной страны – еще одна, как модно говорить, фишка кутюрье. Сам Вячеслав Зайцев о своем труде говорил – мода для дураков, для умных стиль. Подчеркивая, всегда важна индивидуальность. В 1982 году из небольшой студии вырос Московский дом моды Славы Зайцев, а уже позже – Московский дом моды Вячеслава Зайцева. Он стал первым советским кутюрье, которому правительство разрешило маркировать собственную одежду. Мы пришли проводить его вечность, потому что мы понимаем, что то, что сделал Слава, не может просто так уйти. Он был первый человек, который представил нас, Россию, во всем мире. Он представил нашу моду. Это вот любовь, которую Вячеслав Михайлович к людям, к своему делу. Он пронес через всю свою жизнь. И он состоялся и как художник, и как поэт, и как творец. И он останется в сердце каждого из нас. Человек в 90-х годах, когда не видел, просто было беспросветно все, и ты приходишь, и тебе дают просто, ну просто дорогу дал. Его творчество, оно очень вдохновляет. Я думаю, не только меня, а многих людей. Этот человек умел видеть красоту, умел ее воплотить. Я застал советское детство, поэтому для меня вот модельер – это Зайцев. С Щелковским краем, где его провожали в последний путь в Троицком соборе, Вячеслава Зайцева связывало многое. Здесь, в деревне Коблуково, находится дом, где модельер очень любил проводить время после долгих поездок, показов, перелетов. Здесь он жил и творил. Часть его творческого пути и модного наследия связана и с местной фетровой фабрикой. Шляпки из легендарного щелковского фетра в исполнении кутюрье были представлены на мировых подиумах, в том числе в Париже. Удивительный факт – Вячеслав Зайцев был удостоен грамоты и медалей почетного гражданина Парижа. Он много сделал для нашего Щелковского района. Довольно-таки долго проживал. Администрация Щелковского района выделила ему хороший участок на берегу Вори. Был у него дома, очень гостеприимный, всегда отживчивый, отзывчивый. На все встречи, когда приглашал администрации, он с удовольствием присутствовал, никогда не отказывал. Он постоянно был в Огнево, проходили день поселка. Он всегда там присутствовал, всегда участвовал в этих мероприятиях. Милый, добрый и хороший человек. Нескончаемые овации, море цветов, слезы и теплые воспоминания. Под яркие лучи солнца в последний путь провожали человека-солнце, модельера, который перевернул мир моды, создав особый русский стиль, добавив ярких красок в унылые серые будни. Похоронили маэстро на кладбище в Жигалово. Венки от властей, коллег, знаменитостей, поклонников таланта. Сам он был из народа, уроженец Иванова, края сица. С народом и остался на любимой Щелковской земле. Скромно, но, несомненно, величественно. В тишине, в спокойствии, как он всегда любил, дальше от суеты земной, оставшись в своих неподражаемых творениях. Я могу пожелать радости бытия, радости окружающего мира, которое вокруг вас совершенно потрясающе. Щелковский район – удивительный, красивый район. Очень много мест, совершенно фантастические красоты, в которых надо бывать, надо чувствовать природу и учиться природой. Учиться природой и не сорить свои внешние виды окружающих средств. Будьте богаче, будьте щедрее, будьте любивее, будьте красивее просто. Будьте лучше, чем цветы окружающие вас. Тогда будет все классно. Тогда мы будем действительно достойны природы окружающей. Лилия Тимива, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.